Добрый день! Вновь с вами Интернатура, Марк Сандомирский, Андрей Бархатов. Сегодня у нас тема, мне даже сказать стыдно, мы будем дергать тигра за усы, как говорил Маугли, оттоптаться на теме, от которой не оттоптался только самый последний интернет-бомж. Ну, я так понимаю, что есть какая-то скрытая такая ультрапсихологическая основа, почему мы хотим говорить о том, о чем, ну не знаю, по-моему, говорят и домохозяйки, говорят и хомячки. Ну, все говорят, даже птицы щебечут на ветках постоянно. Нет-нет, меня-то как раз гораздо больше устраивает рецепт, предложенный давным-давно небезызвестным председателем Мау. В присутствии тигра лучше сидеть на вершине горы и оттуда наблюдать за его действиями. А меня-то как раз больше всего интересует реакция обычных домохозяек и иных обитателей Рунета. Меня сильно заинтересовало то явление, что вот уже несколько недель тема президентского развода не выходит из топа благосферы, если верить Янексу. А, думаю, в этом ему и правда можно верить. Почему так много, так долго масса людей занимают вопросы личной жизни одного отдельно взятого человека? Ну, как же, президент, царь, буквально все, вся наша, грубо говоря, ну, все наше свободное время этим занят, все наши пространства, все наши мышцы, все наши помыслы, наши думы, все занято этим. Ну, ведь развод-то это дело житейское. Да ладно. Я совершенно уверен, что у многих наших слушателей был в жизни такой момент. Кстати говоря, если они захотят поделиться опытом, могут нам написать, прокомментировать, отдать свои советы разводящимся. Это, вообще говоря, такая жизненная тема. В том состоянии общества, в котором оно сейчас находится, как вы знаете, развод – это наиболее характерная часть семейной жизни, можно сказать, тот венец, тот финал, к которому приходят две трети заключаемых в России браков. Это все от любви. Я не помню, кто сказал, но была вот цитата вертится во голове, что любовь точно есть, иначе откуда столько разводов. Не помню, кто это сказал. Конечно же, люди разводятся потому, что они либо устали от такой любви, либо хотят найти себе новую. Новый развод. Ну, да. Которые каждый очевидный брак с еще большей вероятностью заканчивается разводом. Вот так вот, в геометрической прогрессии фактически. Но все-таки возникает вопрос, ну что же люди нашли в этой теме развода одной единственной семейной пары? Меня даже, очень так, совпадение, даже по заглавным буквам, пусть и рает и путинский развод. Ого. Понимаете? Вот по тому времени, как долго это занимает умы пользователей Рунета, эти темы стали для них очень-очень похожи. Меня, конечно, также интересует и реакция официальных средств массовой информации. Я наблюдаю, что они четко разделились на две группы. В одной слово развод вообще попало в черные списки запрещенных для использования слов. Та же, как в какой-нибудь нецензурной лексике. Ну, слушатели знают, что на некоторых телеканалах из-за этого даже снимались с эфира программы. И это так становилось темой массового обсуждения в Рунете. Это ветки поставят одной и той же темы, это все тоже. Конечно, да. А в некоторых других средствах массовой информации, продумения массовых, это просто была центральная тема. Они об этом, похоже, только и говорят на протяжении нескольких недель. Никак не могут остановиться. Так на самом-то деле они мечтали об этом, потому что, скажем так, некоторую такую подводку, подоплеку, там, не знаю, как это сказать еще, прелюдию к этой теме. Ну, наверное, года два уже поют многие средства массовой информации, просто люди и хомячки и все остальные. В том-то и дело, Андрей, что я думаю, правильнее обсудить. Ведь не само это событие. Точно. Мы о нем никаких таких подробностей не знаем. Фантазировать на эту тему бессмысленно. Все фантазии и так уже есть в интернете. А вот проанализировать сами эти фантазии пользователей, я думаю, это очень показательно. Потому что они, как в зеркале, отражают ум и настроение людей, настроение интернета. Я вообще считаю, и много раз уже говорил, что для меня интернет – это такое зеркало общества. Все, что происходит в жизни общества в целом, затагивает массу людей, ярко отражается в интернете. Как в зеркале, а иногда еще как чрезвычайное стекло. Мы на это смотрим. И мы анализируем отраженные в интернете события нашей общей жизни. Потому что интернет, а в особенности, я считаю, рунет – это такая большая курилка, огромная кухня. И по традиции, по-русской, последних особенно лет – это собраться после долгого трудового дня. А иногда и вместо трудового дня. А иногда во время трудового дня. Ибо у многих трудовый день это и есть, по большому счету, после трудового дня. И сидеть там, обсуждать, мусолить злого начальника, злого доброго царя, гадов, пиндосов и все остальное счастье, которое… Ну, что еще делать на кухне и в курилке или во время бестолкового трудового дня? Конечно. Я бы даже сказал, что для многих пользователей это трудовая ночь. Да-да-да, вечно причем. Полярная такая. В том смысле, что они по ночам не спят, а сидят в интернете. Другим, а по ночам заниматься другим, и не только по ночам? Вы знаете, либо одно, либо другое. Ну, вот заметно в этом, как говорится, что так как сейчас стало много интернета, стало меньше всего остального. Ну, это естественно. Человечество движется в сторону… Прогресса. Клонирования, да. Поэтому я думаю, чем дальше, тем больше. Кругом будет интернет, а остальные архаичные способы времяпровождения и человеческих занятий, они будут потихонечку себя изживать. Все будем делать в интернете, конечно. А там рот или превратятся в радименты. Да, совершенно верно. И тогда оказывается, что поскольку общество наше в целом не очень психически здорово, вот интернет такой большой виртуальный сумасшедший дом, или зеркало массового сумасшествия нашего общества. Вот мы и смотрим на отражение в этом зеркале отдельных симптомов, показывающих, насколько нездорово многие пользователи относятся, либо к теме верховной власти, либо к теме разводов как таковых, либо когда одна тема перемножается на другую. И я для себя собрал коллекцию таких симптомов, или можно сказать болезненных заблуждений, которые многие пользователи либо высказывают, либо разделяют с остальными. Вот такие индикаторы нашего общего нездоровомыслия. Ну, индикатор номер один. Для мужчин это радостная иллюзия. Для женщин, наоборот, тревожная. Это мыслях напрягает. Будет ли рецидив синдрома Абрамовича в нашей стране? Что это такое? Надо расшифровать, не все могут понимать. Напомню, что когда некоторое количество лет назад известный многим предприниматель и общественный деятель по стечению обстоятельств, носящий ту же фамилию, что мы озвучили, он развелся с женой, с которой прожил много лет, и женился повторно на гораздо более молодой, очень привлекательной девушке. И тогда это породило такой синдром домино. Такой синдром домино. Одну косяшку толкнули, и все остальные начинают падать. Массу подражателей в обществе, не сговариваясь мужики в возрасте за 40, обремененные, как правило, долгим семейным стажем, не позволявшие или не очень себе позволявшие позволить себе лишнего в плане личной жизни, вдруг начали отрываться по полной программе, разводить со своими женами, заводить новые семьи и тому подобное, оправдывая это тем, что в лице господина Абрамовича они получили для себя наглядный пример, как известный, успешный и в других отношениях неузаурядный мужчина в современной жизни должен поступать. Синдром Абрамовича – это масса подражателей, которые стали совершать такие же действия в своей личной жизни. И пользователи РУНЭТа, конечно, мужчин и женщин, волнует вопрос, не произойдет ли что-либо подобное сейчас. Особенно, когда мы говорим о людях, обремененных служебным положением, занимающих, так сказать, заслуженно мягкие кресла. Не всегда заслуженно занимающих, но кресла заслуженно мягкие. У разного рода представителях власти, разного уровня. Я бы тут небольшую ремарку сделал, потому что на самом деле то событие, о котором мы так или иначе говорим, в свете, о котором мы пытаемся сейчас говорить, оно очень необычное, я бы сказал, более чем, я бы сказал, даже шокирующее. Даже не потому, что мы говорим о существующем президенте, а вообще для России. То есть, разводящийся в России царь, это нонсенс, неважно, был бы это царь, генсек или еще кто-то, это просто президент ли, это необычно, ненормально. Более того, кроме Михаила Сергеевича Горбачева, пожалуй, никто особенно так вот даже жонто своих в свет так вот буквально публично и не предъявлял. За исключением, конечно, русских царей, которые там это было нормально. То есть, поэтому необычно. Даже во Франции развод Саркази не прошел уж так вот совсем, хотя для них это более-менее нормально, но это президент. И президенты обычно терпят свою нелегкую судьбинушку и так далее, потому что они обязаны терпеть. Они как бы вот тот самый пример, о чем мы сейчас говорим. Может быть, чтобы не создать принцип домино, может быть, еще по какой-то причине. Я не берусь тут рассуждать, но вообще развод на уровне высшем, скажем так, начальственном, президентском и так далее, это очень большая бомба. И да, и нет. С одной стороны, долгое время в Советском Союзе и в начале Новой России как-то вот так негласно, но не приветствовалось такое матримониальное, то есть брачное легкомысленное поведение высокопоставленных чиновников, руководителей. Вот если ты впрякся уже в эту лямку, то изволюет тянуть и тем демонстрируешь свою лояльность. Поскольку, вспоминая труды классиков, философов, которые говорили, что семья и государство тесно связаны, приплетали, правда, сюда еще частную собственность, значит, если ты верен своей законной жене, демонстрируешь верность государственной службе. И можно представить себе, что для высокопоставленных наших чиновников такое событие – это как бы сигнал, им дана отмашка, что теперь можно. Можно. Совершенно верно. Не знаю, сколько из них воспользуется этим. Может быть, кто-то и задумается. Тем более, что на государственном уровне резонанс уже возник. И в дополнение к тем фамилиям, Андрей, которые вы упоминали, да, конечно, Саркази, но, собственно, чем хуже бывший южноафриканский президент Нельсон Мандела. А еще можно вспомнить принцессу Диану. Но это все, на самом деле, скандалы были довольно-таки громкие и серьезный долгий шлейф имели. Кому скандалы, а кому пиар. Ну да, пиар – это и есть скандал разновидностей. Некоторые персоны свою публичность этим именно и укрепили. И уже после объявленного в нашей стране верховного развода президент Чехии объявил о том, что он разводится после 25-летней жизни в законном браке. Видите, резонанс какой-то возникает. Красава. Да, посмотрим, что будет дальше происходить в Европе и у нас в России. Но надо же провести параллели исторические. И, опять же, я лишь обобщаю или повторяю высказывания многих пользователей Рунета. Тема исторических параллелей, она очень обширная. Когда-то, надо сказать, в России был такой обычай. Цари к этому делу относились легко и просто. Опальная царица, она отправлялась… Монастырь. Да, совершенно верно. Можно вспомнить Ивана Васильевича Грозного и других некоторых деятелей. Но последним в этой веренице был Петр Алексеевич Романов. Он же Петр I, который с Евдокией Нарышкиной таким образом расторг фактически свой брак. И здесь, в фантазии восторженных пользователей интернета, вот эта аналогия Петр I и нынешний президент. Нет ли тут еще чего такого важного? Не повторяется ли заново такой период истории государства российского? Может быть, мы опять стоим на пороге исторического этапа, когда будем прорубать безвизовое окно в Европу? Да, начинается с малого, а дальше продолжится великим. Вот ожидания восторженной части пользователей сумбурные, метущиеся и утопичные, но они присутствуют. Тем более, что, вы знаете, это уже серьезно. И по результатам социологических исследований, и даже это можно наблюдать в мелочах, деталях, в сознании, в умах и сердцах граждан российских, да и не только российских, но населяющих собой рунет, выстраивается определенный такой пьедестал исторических деятелей, политиков известных, которые являются для них лидерами мнений, кумиров толпы на сегодня. И этот пьедестал, этот ряд исторический, я озвучил. Он короткий. Даже если это не всем понравится, но это правда. Там четыре персонажа. Петр I, Ульянов Леин Владимир Ильич, Сталин Жугашвили В.С. И.Путин Владимир Владимирович. Но в этом что-то есть. Я согласен насчет похожести личности. Главное, что этот такой ариопак, вот этот такой ряд, он выстроился в массовом сознании. Отдельные его представители, может быть, не всем и слушателям понравятся. Я повторюсь, я лишь озвучиваю, подытоживаю, то, что и так присутствует в интернете. То, что и так видно. И не только в интернете, но и в массовом сознании присутствует. Для большинства людей такая вот картина сложилась. И они, естественно, переносят какие-то события, какие-то черты характера, какие-то привычные стереотипы поведения деятелей прошлых исторических пух на сегодняшних властителей. И, соответственно, такой исторической экстраполяции ожидают, прогнозируют какие-то события. Мы же видим, как говорится. Но само по себе вот это явление, оно очень закономерно. Вообще, пользователи интернета – это, с одной стороны, наиболее интеллектуальная часть нашего общества. Но, с другой стороны, и наиболее тревожная, и суетливо метущаяся. Ибо они не ведают, что будет со всеми с нами завтра. Остальные тоже не ведают, но большая часть общества не задумывается вообще, не парится, как говорит молодежь сегодня. Что будет завтра со страной, сообществом? Может, они правы? Да вот не знаю. А интернет-пользователи, они думают об этом, а ответов не находят. Пребывают, как и все мы, в тумане или поглощены в искусственно созданную информационно-дымовую завесу, когда на фоне информационного избытка на самом-то деле реальных фактов очень немного и четких прогнозов будущего вообще говоря нет. Когда я весной, февраль, март еще начал писать в интернете о том, что наша страна вступила в очередной этап экономического кризиса. По некоторым причинам для меня это уже казалось тогда совершенно определенным. Так ведь пользователи, многие читатели не верили. Во что не верили? В кризис? Что очередная волна наступила. Да, повторяли дежурные слова, нескончаемые агитации, что у нас все хорошо, у нас сейчас стабильность и нефть всегда будет выше 100 долларов и тому подобное на много лет вперед. Но теперь-то, когда уже произошел обывальный скачок бивалютной корзины. Еще не произошло, еще будет дальше. Теперь, когда уже вслух говорится о негативных тенденциях в «Газпроме». И теперь, когда реальные корни этого кризиса обнажились, теперь всем понятно, что это на самом деле произошло. Поначалу люди этой информации верить не хотели. Ибо вытесняют, не хотят верить в то, что неприятно. Фантазируют о будущем. Или придумывают что-то совсем ужасное, наподобие конца света, как мы когда-то обсуждали. Для того лишь только, чтобы себя утешить, отвлечься от других реальных проблем и связанных с ними переживаниями. И все равно закономерно, конечно, что по этой причине так психика людей устроена, пребывая в неопределенности, они начинают фантазировать, чтобы хоть какой-то для себя прогноз будущих событий нашей общей российской жизни не виртуально, а реальной представить. Но этим дело не ограничивается. Следующая тема, которая явно волнует пользователей Рунета, как вот это вот событие личной жизни повлияет на так называемый рейтинг политический указанной персоны, и как изменится реальный рейтинг, а какой он на самом деле реальный рейтинг, и что вообще такое реальный рейтинг. И здесь, конечно, обширное поле для дискуссий. Каждый выбирает такое мнение, которое ему нравится. Все претендуют на правоту. Никто не грешит стремлением к объективности. Как раз без этого все стремятся обойтись. Я правда думаю, что действительно рейтинг вряд ли мало изменится, потому что действительно рейтинг выстраивается не в интернете, а в головах людей более консервативного склада. И опора политического рейтинга президентов – это, как правило, российские домохозяйки. Далекие от интернета. Да, совершенно верно. Но, говоря о них, о российских женщинах, мы сталкиваемся со следующим аспектом. Сказать, каковы гендерные стороны общественного резонанса на это событие. А вот мужчины и женщины, как по-разному они к этому событию относятся. Мужчины, может быть, ликуют, может быть, завидуют. Мало кто сокрушается и унывает. А вот женщины, для них не становится ли это некоторым стрессом? Не чувствуют ли они себя более уязвимы в своих семьях, если семья пока еще сохранились? Если есть, что терять, потому что есть кого терять? Что терять имеется в виду штамп? А кого терять имеется в виду человек? А вместе с ним, что самое-то ценное, и что труднее всего и обиднее всего терять, и это переживается действительно как тяжелодушевный кризис. Тяжелее всего терять ни штамп в паспорте, ни посуду и прочее движимое и недвижимое имущество, которое подлежит официальному распилу. Тяжелее всего терять, особенно женщинам, привычные иллюзии о семейной жизни, о том, как эта жизнь должна быть устроена. Ибо женские иллюзии про семью и брак связаны с тем, как мужчины должны себя в этих искусственных условиях в микросоциальной жизни себя вести. Волшебная тема, она очень большая. Сможем ли мы сейчас впихнуть такую глобальную, дополнительную тему, как подтемник этой темы? Только обозначить, только заявить. Это отдельная тема, не можно поговорить, потому что не можно говорить часами. Это очень интересная тема. Главное, что вот эти переживания, эти тревожные, можно сказать, ожидания в головах женщин, а насколько стабильным является их семейный чак, не является ли семейное благополучие призрачным, зыбким, вдруг завтра муж заявит, что пора бы нам, дорогая, совершить цивилизованный развод. Сейчас все так делают, сейчас так принято. Да, а еще можно сказать, вообще, Мила, а ты не хочешь съездить в монастырь? Тут рядом есть хороший, очень-очень. С монастырями сейчас все непросто. Ну, а следующая, сразу говорю, сбредовая мысль, которая посещают буйные головы пользователей Ронета, склонных к обобщениям, которые из фактов личной жизни политических деятелей начинают делать обобщения политические. А не есть ли этот раздел в рамках отдельно взятой семьи предвестником раздела внутри страны, раздела разделения разных регионов? Не начнут ли области, понимаете ли, разводиться? Пора, пора, пора. Вы так думаете? Однозначно, все к этому есть. Обязательно нужно. У нас уже были прецеденты у Аральской республики и так далее. Вот тут в серединке Татарская республика тоже все время. То есть, главное, у них есть поводы для этого, им точно без нас будет интереснее. И я в молодости переживал этот период. Жил тогда на Урале еще. И я помню, как эти настроения Уральской республики, они создавались. И понятно, что если все разделится. Уральская республика, Центральная республика, Сибирская республика, Дальневосточная республика и Мелкие национальные республики. Ничего хорошего для всех, кроме отдельно взятых политиков, от этого не будет. Видимо, потому-то тревожные ожидания в головах пользователей рынка это живут, потому-то тема их глубоко волнует. Ну, а для любителей политического анализа, не психологического, а политического, и сторонников конспирологических версий реальной политики, большую роль играет вот такая вот, вы знаете, интересная гипотеза, такая версия. А не связан ли развод президента и отставка Владислава Юрьевича Сыркова и смерть Бориса Березовского одной какой-то цепи? Не есть ли это зведения некоторой общей цепи? Адский план по поводу, опять же, очередной перестройки государства. А может быть, даже не только государства в виде географии, а государства в виде политики как таковой. Коса, вектора партии в другую сторону. Не скажу по поводу каких-то коварных планов, но действительно, есть какое-то рациональное зерно в том, что когда ушел из жизни опарный олигарх. Вовремя. Да. И, конечно же, унес с собой какую-то информацию, неразглашаемую в прессе, которая и была, по всей видимости, гарантом его безопасности на протяжении многих лет жизни в Туманном Альбионе, пока никто его не трогал. После того, как это все ушло и исчезла вероятность, что эта информация всплывет, конечно, после этого должна была измениться некоторым образом расстановка сил на политическом олимпе. Некоторые звенья, традиционные вот такой вот цепочки взаимного сдерживания и разного рода противовесов и сдержек, которые еще с той ельцинской, пост-Ельцинской эпохи доживали. И события, связанные с разными публичными деятелями, мы наблюдаем, например, начинает исчезать с публичной арены, господин Чубайс, долгожитель, политический марафонец, казалось бы, непотопляемый участник политического олимпа, член той еще команды, понятно какой. А потом вдруг отставка серого кардинала российской политики господина Суркова. Понятно, что он и раньше был передвинут в некоторую символическую почетную отставку, но тем не менее, вот его внезапное, якобы самостоятельное решение уйти. Не есть ли это следствие того, что он окончательно по теловлиянию не стал настолько нужен, как это было раньше. Ведь его взлет господина Суркова как раз происходил в те годы, когда у руля, у кармилы власти находился всесильный Березовский, то с окончательным уходом Березовского, может быть, и окончательно потерялись ниточки влияния у Суркова. И в некотором смысле, если раньше по каким-то причинам развод наверху был невозможен, то теперь ушли, возможно, вмешивая место для него препятствия и ограничения. Как глубоко. Ну а как же, пользователи Рунета – это думающие люди. Вопрос только в том, то, что они думают и то, о чем они думают, насколько в действительности приносят им реальную пользу. Ещё надо думающие или выдумывающие. Вы знаете, в Рунете одно без другого не бывает. Собственно, Рунет, да и интернет в целом на том и построен, что одни люди выдумывают, другие начинают думать, правда ли это или вымысел. И таким образом все оказываются заняты. Все при деле. Засим пожелаем и нашим слушателям успешного плодотворного думания. А будем желать скорейшего развода или нет? Я думаю, посоветуем им отложить это действие на неопределённое время в будущем. По крайней мере, не торопиться. Но попросим их разного рода версии того развода, который мы обсуждали в подкасте. А я так полагаю, в головах многих слушателей есть ещё и иные версии, которые мы не успели озвучить, которые мы не заметили, не обратили на них внимания, которые важно обсудить. Пусть они эти мысли, эти версии присылают, пусть пишут нам. А самое главное, опять же, так как тема разводов как таковая высокая, большая и интересная, её можно как-то отдельно будет осветить, попытаться посмотреть, насколько она вообще к интернете имеет отношения. Хотя, кстати, имеет, особенно с развитием интернета количество разводов увеличилось и появилась масса поводов. Но это уже другая тема. Но вот по не только моим наблюдениям, как бы давно известно, что чаще всего при разводах человек, говорится, выбирающий Курнон, выбирает того же самого, с кем он недавно развёлся. Так что поаккуратнее вы там, поаккуратнее. Всего вам доброго. До следующей встречи. До следующей. Подкаст Интернатура.